Вторая книга Паральпоменон, глава третья. И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мореав, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид, на гумне Орны и Евусиянина. Начал же он строить во второй день второго месяца, в четвертый год своего царствования. И вот основание, положенное Соломоном при строении Дома Божия, длина его шестьдесят локтей по прежней мере, а ширина двадцать локтей. И притвор, который перед домом длиною по ширине дома, в двадцать локтей, а вышиною во сто двадцать. И обложил его внутри чистым золотом. Дом же главный обшил деревом кипарисовым, и обложил его лучшим золотом, и выделал на нем пальмы и цепочки. И обложил дом дорогими камнями для красоты, золото же было золото первоимское. И покрыл дом, бревна, пороги и стены его, и двери его золотом, и вырезал на стенах херувимов. И сделал святое святых, длина его по ширине дома в двадцать локтей, а ширина его в двадцать локтей, и покрыл его лучшим золотом на шестьсот талантов. В гвоздях весу по пятидесяти сиклей золота. Горницы также покрыл золотом, и сделал он во святом святых двух херувимов резной работы, и покрыл их золотом. Крылья херувимов длиною были в двадцать локтей. Одно крыло в пять локтей касалось стены дома, а другое крыло в пять же локтей сходилось с крылом другого херувима. Равное крыло другого херувима в пять локтей касалось стены дома, а другое крыло в пять локтей сходилось с крылом другого херувима. Крылья этих херувимов были распростерты на двадцать локтей, и они стояли на ногах своих лицами своими к храму. И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани, и из весона, и изобразил на ней херувимов. И сделал пред храмом два столба длиною по тридцати пяти локтей, и капитель наверху каждого в пять локтей. И сделал цепочки, как в святилище, и положил наверху столбов, и сделал сто гранатовых яблок, и положил на цепочки. И поставил столбы перед храмом один по правую сторону, другой по левую, и дал имя правому Иохин, а левому имя Воаз.